МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой связи была, в частности, затронута тема одновременной ратификации договора ОЕАС, сообщили в пресс-службе. Главы государств обсудили вопросы углубления двухсторонних отношений, а также подготовки и проведения в Минске заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Проект закона Республики Казахстан о ратификации договора о Евразийском экономическом союзе будет внесен в повестку пленарного заседания Сената парламента, которое запланировано на среду, пишет Интерфакс. От имени правительства на заседании выступит министр национальной экономики Казахстана Ербулат Дасаев. Как сообщалось, Мажелис одобрил проект закона о ратификации договора о Евразийском экономическом союзе 1 октября. Необходимо вернуть АО «Фонд национального благосостояния Самрук Казана» к той деятельности, для которой он создавался, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Когда начался всемирный финансовый и экономический кризис, фонд был вынужден включиться в решение проблем, вошел в активы банков второго уровня, которые были в тяжелом положении. Банки начали выправляться. Сейчас настало время вернуть фонд для того дела, для которого он создавался, сказал Назарбаев сегодня на форуме трансформации Самрук Казана. Он отметил, что для проработки трансформирования фонда приглашены ведущие эксперты мирового уровня. 10 вагонов гуманитарной помощи из Казахстана доставлены в Сербию, пострадавшую летом текущего года от наводнения, сообщает Костак. Для нужд терпящих бедствий регионов было доставлено 42 емкости для воды, 1 тысяча кроватей, 170 палаток, 2,5 тысячи комплектов постельных принадлежностей, 340 чайников. Заместитель госсекретаря МИД Сербии Горан Петрович от имени правительства страны и народа страны выразил благодарность руководству и народу Казахстана за оказанную помощь. Костак пишет, французский суд отказался освободить экс-главу БТА-банка Мухтара Аблязова из-под стражи. Судья мотивировал принятые решения тем, что в отношении Аблязова не было предоставлено достаточных гарантий того, что он не покинет страну и будет готов подчиниться возможному решению о его экстрадиции. Выдачу Аблязова у Франции затребовали Россия и Украина. На предыдущем заседании суда 25 сентября Мухтар Аблязов указал, что готов с целью перевода его под режим домашнего ареста внести залог в 100 тысяч евро, а также носить электронный браслет, который будет указывать на его местонахождение. Казахстанские пограничники за минувшие сутки задержали на Каспии семь браконьерских плавсредств, сообщает Интерфакс. 18 граждан Казахстана и четверо граждан Азербайджана занимались контрабандом ловом. Так как браконьеры не реагировали на сигнал остановить плавсредства и пытались уйти от преследования, экипажами пограничных судов пришлось в каждом случае применять оружие, стреляя по курсу движения. В результате применения оружия никто не пострадал. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. С начала месяца были подключены к теплоснабжению детские сады, больницы, школы, поликлиники, диспансеры и другие учреждения. Таким образом, на сегодняшний день все социальные объекты на 100% обеспечены теплоснабжением. Потепление, которое прогнозируют синоптики в середине этой недели, должно порадовать тех, в чьи дома тепло еще не поступило. Об этом в материале Айшат Ибрагимовой. На сегодняшний день все социальные объекты на 100% обеспечены теплоснабжением. Что касается жилых домов, то работы ведутся по приему тепла со стороны обслуживающих организаций. Это КСК и кондоминимумы. По остальным вопросам жильцы могут обращаться в жилищную инспекцию. Тепло не должны сегодня дать. Объявление было. Наш кооператив относится к Дубравушке. Объявление повесили. В понедельник будет запуск тепла. Я бы сказала, что еще не холодно. Мы сами подключаем. У нас своя автоматизированная, газофицированная. А когда вы уже подключились? Ну как похолодало немножечко. Холодно дома. 11 микрорайон, 110 дом. Вот мерзнем сидим. А когда вам обещают тепло дать? Не знаю даже. Ну КСК что говорит вообще? А КСК мы не звонили. Ну уже холодно, да? Вот осень. Уже холодно. Невозможно сидеть дома. Дали сегодня тепло дома. Спасибо. А в каком районе? А вот здесь, Атики-Би-1. По городу не везде дали тепло. Вот как считаете? Холодно, не холодно? Ну прохладно, конечно. Прохладно. Без отопления прохладно. По прогнозам синоптиков, завтра ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха от 0 до 5 градусов мороза. Днем от 3 до 8. Местами 12 градусов тепла. Ну мощный циклон, который вот уже больше недели удерживает ненастную погоду, наконец-то собирается сдавать позиции. Завтра его последний день господства на нашей территории. То есть завтра мы еще ждем осадки. Днем возможно усиление ветра. Ну это по области. Ветер будет северно-северо-западном направлении. Местами до 15-20 метров в секунду. Ну ночные часы. Эта ночь, будем сказать, холодная. Ночные часы у нас будет в основном по области отрицательная температура. 0,5 мороза. Местами 0,5 тепла. Днем сильного прогрева не ждем. Всего лишь 3,8. Местами 12. По прогнозам синоптиков, уже в среду ожидается повышение температуры воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Такая погода сохранится до конца недели. Возможно и до следующей среды. В народе такое явление обычно называют бабьим летом. Айшат Ибрагимова, Алексей Уразов. Программа «Факт». Более 4 тысяч килограммов мяса жертвенных животных было роздано в первый день Курбанайта в мечети Нургасыр. Поздравить правоверных с праздников в главный мусульманский храм области пришли руководители региона. В отличие от прошлых лет, в этом году празднику был придан национальный окрас. Так, перед мечетью состоялись состязания по национальным видам спорта, а прихожанам раздавали лепешки. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. Количество богобоязненных актюбинцев к радости мусульманских священнослужителей из года в год растет. В этом году, к примеру, в актюбинских мечетях было намного больше людей, чем в прошлый Курбанайт. Да и количество жертвенных животных заметно превышало прошлогодние цифры. Отчасти этому способствовал призыв, сделанный незадолго до праздника, главным имамам области не задирать цены на барашков. В итоге, годовалых овечек продавали за 18-25 тысяч тенге, а в первый день Курбанайта нуждающимся было роздано более 4 тысяч килограммов мяса. Планировалось, что поздравлять правоверных по традиции будет глава региона Архимед Мухамбетов. Однако в субботнее утро он еще был в Астане с рабочей поездкой. Поэтому эту почетную миссию на себя взял его заместитель Марат Тагимов, который со дня на день должен пополнить ряды казахстанских сенаторов. В своей поздравительной речи чиновник пожелал собравшимся и их близким здоровья, счастья и благополучия. Поздравил свою пасту и имам Актюбинской области Абдумут Али Дауринбеков. Сегодня мы собрались по случаю этого великого, прекрасного, светлого праздника Курбанайт. Позвольте пожелать вам и вашим близким добра, счастья и благополучия. Количество мечетей в Актюбинской области с каждым годом растет. Создаются все условия для отправления религиозных обрядов. Не секрет, что Курбанайт у всех ассоциируется с массовым закланием животных. Однако нынешний праздник, благодаря руководству мечети Нургасыр, запомнится не только этой традиционной процедурой. У главного мусульманского храма области в субботу проходили и состязания по национальным видам спорта. Молодые люди за призы перетягивали канаты, принимали участие в соревнованиях по гиревому спорту и армрестлингу. Тем временем в пансионате мальчиков было заклано более 150 барашков, а в городской мечети также раздавали мясо жертвенных животных. Акмарал Майкузова, Канат Аспагамбетов, программа «Факт». Отмечали праздник жертвоприношения и в доме-интернате для престарелых. В субботу здесь заклали буренку и накрыли праздничный дастархан. Поздравить постояльцев интерната пришли глава региона Архимед Мухамбетов, его заместитель Сара Нуркатова, а также представители областной мечети Нургасыр. Как отметили в администрации интерната, сегодня количество опекаемых составляет почти 300 человек. Самому молодому постояльцу 28 лет. Это инвалид второй группы, а самому старшему 92 года. Молитва главного имама области, произнесенная в эту субботу в доме-интернате для престарелых, была недолгой. Она была произнесена по случаю принесения в жертву этой буренки, а нож мясника оказался острым. Так что вся процедура заняла считанные минуты. Зато у стариков образовался как минимум трехдневный запас мяса. В нашем интернате проживают почти 300 человек. Это и молодые люди, они инвалиды, и за ними некому ухаживать. И убеленные сединой старики. Несмотря на то, что у многих нет близких, а других дети не спешат навестить, мы решили скрасить их старость. И по сложившейся традиции заклали жертвенное животное, накрыли праздничные дастарханы, приготовили бешбармак из свежего мяса. Для них мы также организовали концерт. Думаем, они останутся довольны. Чиновники тем временем ознакомились с бытом стариков, посетили спортивный зал, массажные, медицинские кабинеты, парикмахерскую и другие помещения интерната. В подарок руководители области принесли сладости – печенье, конфеты, пряники и индийский чай. Акмарал Майкузова, Канатас Пагамбетов, программа «Факт». В Ак-Тубе началась массовая вакцинация против гриппа. Декадник, направленный на профилактику сезонного обострения заболевания, будет проходить с начала октября до середины ноября. Стоит отметить, что, как и в предыдущие годы, для вакцинации населения был закуплен препарат французского производства «Вакси-Грипп». Бесплатную прививку от гриппа получен 35 тысяч актюбинцев. Как рассказали в областном управлении здравоохранения, это лица из группы риска по состоянию здоровья. За несколько дней с начала вакцинации в городской поликлинике номер 3 прививку от гриппа получили уже 200 актюбинцев, большая часть из которых – дети. Всего в поликлинику поступило свыше 2000 бесплатных вакцин французского производства «Вакси-Грипп», положенные лицам из группы риска. Это делается детям и взрослым, состоящим на диспансерном учете, детям из 6 месяцев, взрослым, состоящим на диспансерном учете с диагнозом хроническим заболеванием почек, заболеванием сердечно-сосудистой системы, заболеванием легких, и беременным первые, второй, триместром, и первичным, вторичным иммунодефицитным состоянием. Однако, помимо лиц из данной категории, прививку от гриппа можно получить и в платных кабинетах, которые работают во всех поликлиниках. Стоить это удовольствие будет ни много ни мало – 2000 сеньге. И, как говорят медики, вакцина достаточно эффективна. Даже если привитый заболеет гриппом, он при этом переболеет им в легкой форме и без развития осложнений. Самый лучший способ защиты от гриппа – это вакцинация. Конечно, она эффективна, 95% случаев дает эффективность. Гриппу все возрасты покорны. Риску заразиться и может быть подвергнут любой от мала до велика. Вирусное заболевание опасно своими осложнениями, приятного мало. Именно поэтому очень важно получить прививку вовремя. Оптимальными сроками начала вакцинации являются сентябрь-октябрь. Тогда, к началу эпидемии гриппа, а это, как правило, январь-февраль, вырабатывается достаточная иммунная защита. На селькин жалена Сергей Калашников, программа «Факт». Всемирную акцию по обливанию холодной водой «Айс Бакет Челлендж» подхватили актюбинские дорожники. Сегодня сотрудники предприятия «Казах Автожол» под открытым небом окатили себя водой. Правда, учитывая низкую температуру на улице, вода в ведрах была ледяной. А не ледяной, а теплой. Однако на цели мероприятия это не сказалось. Акция была посвящена проблемам изучения болезни центральной нервной системы и миру во всем мире. Всего во флэш-мобе приняли участие семь дорожников, в том числе одна девушка. Эта акция проводится по всему земному шару. Она посвящается мир к счастью, доброте на земле. И сегодня мы, обливаясь холодной водой, желаем, чтобы во всем мире был мир. И эту эстафету мы передаем нашим коллегам из Казларды, Костанайской области и Атравской области. Как рассказали представители предприятия, акцию по обливанию водой уже провели у себя их коллеги из других регионов. Между тем, как пишут интернет-источники, Ice Bucket Challenge была запущена с целью привлечения внимания к проблемам изучения неизлечимого заболевания центральной нервной системы – бокового амиотрофического склероза, также известного как болезнь Шарко. Согласно условиям акции, любой человек может вылить на себя ведро ледяной воды и передать эстафету любым трем другим, которые должны повторить действия в течение суток и опубликовать видео об этом. В случае отказа от участия в акции, они должны будут пожертвовать деньги в размере 100 долларов в пользу фонда изучения БАС. При участии в акции перечисляются не менее 10 долларов. Что касается дорожников, то они тоже перечислили деньги, правда, не в фонд изучения болезни центральной нервной системы, а в дом ребенка у МИД. Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова